18 июля Стрелков в своем телеграм-канале оскорбил Владимира Путина, написав, что 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза значительной части населения. Уже через три дня его обвинили в экстремизме и арестовали. Примерно в 11.30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ «Экстремизм». Мирослава Регинская, жена Игоря Стрелкова, в Телеграм. Игорь Гиркин-Стрелков – бывший ФСБшник, который в 2014 году принимал активное участие в боях за Славянск и в захвате власти в Донецке. Он один из тех, кого прокуратура Нидерландов обвинила в причастности к убийству 298 человек, погибших в сбитом самолете рейса MH17 на докупированной России территории Донецкой области Украины в 2014 году. Он поддерживает войну, но критикует военно-политическое руководство. Его арест был ожидаем, говорят эксперты. Он надеялся, что ему простят критику, ну, скажем так, упрощенной шагу Ерасимова, потому что он критикует Пригожина. А выяснилось, что нет, не простят. Пойдет вместе с Пригожиной. Путин пытается удержать власть всеми способами, уверены эксперты. После мятежа Пригожина диктатор панически боится возможных бунтов. Результатом стало резкое падение личной власти Путина, его авторитета и в правящей верхушке, и в общее все. Ну, так всегда происходит в преступной банде. Когда кто-то бросает вызов Пахану, и этот вызов остается безнаказанным, власть Пахана автоматически, автоматически соблевает. Это поняли на Западе. По разным неофициальным данным, в Беларуси сейчас находится около двух тысяч вагнеровцев. Следующим пунктом назначения для них, по словам экспертов, может стать Африка. Они будут на полигонах выполнять задачи по обучению личного состава белорусских войск до той поры, пока они не отправятся в Африку, пока их не поменяют другие, в таком количестве. То есть вот таким вот образом непосредственно будут там выполнять такие задачи. Каких-то там, скажем, угроз с их стороны вообще не наблюдается. В последнем видео Пригожин призвал вагнеровцев повышать свой уровень и готовиться в новый путь. Ситуацию на фронте в российской армии он назвал позором. И, возможно, вернемся на ИСВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт. Директор ЦРУ Вильям Бёрнс считает, что президент России Владимир Путин всё ещё может поквитаться с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным за организованное им восстание. Пригожина могут просто отравить. Он немного переместился. Мне кажется, недавно он был в Минске. Я не уверен, что у него есть планы на пенсию в пригороде Минска. Но он также провёл некоторое время в России. Уильям Бёрнс, директор ЦРУ. В интервью CNN. По мнению аналитиков, Пригожин намерен дождаться момента, когда путинский режим ослабнет и повторит марш справедливости на Москву. Несмотря на то, что Пригожин лишился своих активов, нужный потенциал для нового мятежа у него есть. И Путин это понимает. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.